Доброе утро, дорогие коллеги! Приветствую всех на интерстриме инвесторов Ютрейд ТВ. Меня зовут Игорь Суздальцев и мы начинаем программу инвестиционной идеи за сегодня уже 2 апреля 2020 года. Шутки кончились, сегодня четверг, боевой день, надеемся на хорошие результаты. Давайте посмотрим, что нам говорят технические фундаментальные анализы. Если кто подзабыл, меня по-прежнему зовут Игорь Суздальцев и мы по-прежнему смотрим по утрам рынок и определяемся, как нам жить и работать. Технический анализ евро-доллар, коллеги. Ну что, пробивает он всю неделю вниз. Будет ли сегодня разворот? Ну вообще четверг в таком тренде, это вряд ли точка разворота. Думаю, что доллар продолжит свое укрепление. Хотя сейчас еврик стоит на открытии, выбирает путь. Фунтик, но обратите разницу, да? Это евро, это фунт. Пятеро дня скакали бойцы по всем дорогам. Твердый день, друзья, как в известной песне. Мы продолжаем эту битву в очень узком торговом диапазоне. Дают закрываться 1,2377, 1,2434. Ну не так, чтобы прям уж совсем узком, но достаточно узко. То есть широкое размашеское движение по росту фунта, которое было, остановилось. Да, вверх-вниз, естественно, движение есть, но, скажем так, чтобы погулять уж очень хорошо, интродейт. Ну да, 65 часов здесь дают, так сказать, на закрытии. Куда сейчас? Вообще без понятия, друзья. Куда вывалимся, туда вывалимся. Сегодня ударили уже и в нижнюю границу, и в верхнюю. Ну, часовой график, наверное, надо открывать и смотреть, куда теперь ударились. Ударились в верхнюю, ну значит вниз прогуляемся. Рынка нет, по фунту, друзья, рынка нет, очень рискованно. Доллар турецкая, ой, сори, сори, доллар японская иена, он проваливается два дня, сегодня пытается отбиться. Мне кажется, что сегодня доллар попытается отыграться. Вот доллар-франк показывает эту картинку, что вчера подснизили, но сегодня на 5 караткается наверх. Доллар-канадец. Здесь снижение за счет роста нефти, да, это вполне рыночно, да, можно попродавать доллар-канадец, но я думаю, что по остальным инструментам продавать доллар нужно осторожно. Хотя сегодня день без абсолютной доминации, это уже видно, поэтому все идеи, хоть покупка, хоть продажа доллара, имеют место, имеют право на существование. Австралийский доллар растет, вчера сильно снизился, сегодня растет, ну, замечательно. Доллар турецкая, рера снижается, ну, как, по двум инструментам подряд доллар уступает. ДАКС, коллеги, после сильного движения вниз вчера, запрылись мы, вернее, достигали мы на лоях вчера 9,315. Несковато, сегодня пытаемся отбиться, но неубедительно, друзья, нет рынка, если по валюте есть рынок, то здесь нет. СНТ-500 вчера вырос, хороший рост показали, американские индексы 4%, в основном все поврастало. Но вот сегодня обновили ХАИ, это фьючерс на СНТ-500, обновили ХАИ и опять двинулись вниз. Нестабильное движение, нестабильное, друзья. Давайте отметим это прямо, 2,533 в моменте, и мне лично больше выглядит как движение вниз по СНТ-500. Золото второй день пытается отбиться после глубокой просадки во вторник. Причем вчера даже мы лои обновляли, лои вчера был 15,66. Мощные движения последний месяц, слушайте, прям ух-ух. Ну, многие на золоте торгуют и зарабатывают, без сомнения. Движение вверх, мне кажется, неубедительно, пока вы знаете, я бы не покупал золото. Серебро. Ну, хотя вот серебро вылезло из вчерашних лоев. Лой был 13,79. Это, конечно, не 12, как было в середине марта, но тем не менее, лои показали, потом наверх. Слушайте, серебро для меня с технической точки зрения выглядит более покупательным, так скажем. Мне кажется, тему покупки серебра можно рассмотреть. Американский сорт нефти, друзья. Ударили мы в начале недели лои 12,22. Это WTI, майский контракт, вчера-сегодня растем. Хай дня сегодня, давайте посмотрим, какой был, 22,53. Но это хоть что-то уже, не 19, да? Ну, хочется мне сказать, продолжаем движение наверх, но, к сожалению, новости с рынка, с нефти, они пока не впечатляют. Ну, кто стоит в покупках, естественно, стойте. Покупать или нет, вот сейчас непонятно. Вот сейчас непонятно. Вроде бы хочется сказать наверх, но фундаментальных новостей нет для этого, понимаете? Техническая картинка сейчас не очень работает. Все-таки сейчас действия России, Саудовской Аравии, США, они влияют, прежде всего. Мы их обсудим чуть позже. Так вот там ничего такого впечатляющего-то особо и нет. Для того, чтобы резко столкнули наверх. Но, тем не менее, Хай сегодня показали 27,84. Замечательно. Сейчас чуть пониже. Надеемся на лучшее. Пока воздерживаюсь от идеи прогноза. Натуральный газ. Показал Лой вчера 5 очередной. 1,564. Сегодня пытаются отбиться. Вот здесь я еще меньше верю, чем по нефти, честно вам скажу. Доллар, китайский юан. Сегодня стартанул, показал хай дня. 14,20. Высокие такие циферки, я хочу сказать. Сейчас отбивается. Не верю. Не верю. Думаю, что доллар поведет наверх. Российский рубль с глепом ушел вниз. Сейчас 77,80. Ну, тоже так. Особых оснований для оптимизма, честно вам сказать, не видно пока. Но я бы в рубль не входил. Продавать не хочу. То есть покупать доллар-рубль не хочу. А продавать доллар-рубль тоже здесь оснований каких-то пока не вижу. Бег мы уже не схватим, а движение пошло обратное. Вот так, друзья, выглядит техническая картина мира. Давайте вместе посмотрим на фундаментальные новости. Коллеги, ну, фондовые торги в США вчера завершились все-таки снижением индекса. Причем немалым. 4,4% в среднем они поснижались. Идал Джонс, СНП-500 и Насдак. Всего, как вы знаете, около четверти значений от максимумов, которые были в феврале, сейчас потеряны. Ну, что сказать. Пока движения наверх нет. И вот это вот снижение американское, оно, конечно, влияет на фонду по всему миру. То есть умеренный рост может быть, но такого, знаете, прорыва даже на растущей нефти, мне кажется, ждать не надо. Тем более вот этот прорыв на растущей нефти, он вообще непонятно на чем. Вот сказать вам, какая-то вот такая новость была, и нефть рванулась. Нет, просто как-то оттолкнулись, сами по себе подросли на азиатской сессии. На европейской сессии начали снижаться. Европа сейчас открывается вместе с нами. То есть Европа азиатский оптимизм не поддержала. Далее, друзья, очень интересная аналитика идет по коронавирусу. Его влияние на мировую экономику, сейчас эта дема, наверное, один, конечно. Все-таки оно будет продолжать, продолжается, потому что пиковых значений во многих странах не достигли, как утверждается ни в США, ни в России. Ну, нам Россия, понятно, интереснее всего, поскольку, так сказать, прямо наши жизни прямо от этого зависят. Но я хочу обратить ваше внимание, то, что, ну, понятно, что борьба будет продолжаться с коронавирусом, борьба серьезная во многих странах мира. Вот, я хочу обратить внимание на статью в сегодняшней Financial Times, друзья. Она называется так. В бедных странах карантин может нанести убытка и ущерба стране больше, чем заболевание. Ну, а вот они показывают, что в бедных странах, в связи с падением производства, развала экономики, от голода люди умрут, умрут людей больше, чем от самой болезни. Ну, что вам сказать? Тут, как бы, конечно, все это палка о двух концах. Но тема серьезная. Поэтому надо определиться, какая страна бедная или богатая. Если богатая, надо раздавать людям деньги. Основной критерий понятно. Если во время заболевания людям просто раздают деньги за то, что они граждане, чтобы они выжили в этой ситуации. Потому что главная тема любого карантина – это голод. Есть он или нет. Если в карантине голода нет, все нормально. Если голод, стоило ли вводить карантин? Вот это вечная тема, она уже сотни лет обсуждается. Поэтому нам надо определиться. Или мы даем людям деньги, и тогда мы богатая страна, или не даем. Тогда карантин под большим, скажем так, социальным вопросом. Российские новости. Конечно, нас это прямо касается. И наша работа, и наши доходы. Но вот в России такие новости. Владимир Путин подписал закон о штрафах за нарушение карантина. Страф для граждан составит 15 за 40 тысяч рублей. Для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – от 50 до 150 тысяч рублей. Для юрлиц – от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. Либо при восстановлении деятельности – до 90 дней. Здесь, конечно, самое главное, что понять. Это у нас карантин, он относится только к больным людям? Или карантин также относится и ко всем, так скажем, кто находится в стране? Вот это, конечно, очень серьезная тема. И с этим будем читать внимательно этот закон, что подразумевается под карантином. Далее. Мосгордума приняла закон о штрафах для нарушителей самоизоляции. Граждан нарушителей будут по ним страховать до 4 тысяч рублей, организация будет наказывать штрафом до 500 тысяч рублей. То же самое, что вы понимаете под самоизоляцией и кто должен самоизогироваться в этой ситуации. Вот, например, ключевой вопрос, конечно, это люди, которые идут на работу, хотя в режиме самоизоляции указано, в указе мэра Сергея Саганина указано, что, чтобы пойти на работу, человек имеет право это делать. Он не может шататься по городу, а на работу и назад он может съездить. Но как вот это будет реализовываться, что конкретно будет считаться наказанием, пока тоже непонятно. Далее, коллеги. В Роспотребнадзоре и правительстве выступили за продление нерабочих дней. Гость 43 пишет, мне справку дали, что мне на работу надо ходить. А кто вам дал эту справку на работе? Работа дала справку? Какая-то государственная организация на работе, да? Ну вот видите, в Москве надо QR-код получать через госуслуги. У нас это не совсем... А, у вас в ГУП, государственное учреждение. Это да, но это понятно. Для сотрудников государственных органов и государственных учреждений, конечно, им попроще. Для них вот эта вот печать от государственной организации, конечно, роль имеет большую. А вот бизнесу, я думаю, придется получать QR-код, которых пока нет. Ну вот ждем, ждем новостей конкретно, как сохранять бизнес в Москве. Ну, естественно, меня Москва волнует, поскольку мы здесь. В других городах, не знаю, там свои местные, так сказать, локальные законы. Тоже надо, естественно, тем, кто там живет, надо внимательно изучать, чтобы не попасть под штрафы. Естественно, тут тоже есть штрафы по Москве. И, ну, прежде всего надо понять, вы подпадаете или нет. Чтобы вернусь у вас задержала полиция, чтобы вы могли объяснить свою позицию. Далее, друзья. В Роспотребнадзоре правительстве выступили за продление нерабочих дней. Вы знаете, я не вирусолог, вмешиваться не буду в этой ситуации, но я абсолютно уверен в том, что делать это за счет сохранения заработной платы за счет предпринимателей категорически нельзя. Вот просто обращаюсь к Роспотребнадзору с просьбой. Делайте, что хотите, с продлением, так сказать, нерабочей недели, с сохранением зарплаты абсолютно недопустимо. Малый бизнес практически завален, добивать не стоит. Это наши люди. Ну и понятно, полно материалов. Одумайтесь, вы забудете бизнес, ну и так далее, и так далее. А бизнес стонет, просто вот все. Все легло. Далее, друзья. Владимир Путин также подписал закон о налогах на процентный доход с банковских вкладов свыше 1 миллиона рублей. А также на доход граждан по ОФЗ региональным и муниципальным облигациям. И также подписан указ, закон об уровне страховых взносов. Ну, знаете, если свыше МРОК, то уровень страховых взносов снижается с 30 до 15%. Ну, это понятно, отчетность за март, я думаю, это не попадает. Ну, собственно, я читал где-то комментарии, что это вступает в силу только вот с апреля. Поэтому по марту и по первому кварталу в целом отчитываемся по взносам, так сказать, как обычно. Я сразу скажу, что я не буду использовать льготу от срочки платежей по двум причинам. Я буду платить все, все взносы, все сейчас. Почему? Потому что там три месяца, допустим, дают, да? За три месяца я потом жизни денег не соберу, чтобы заплатить взнос. Они куда-то испарятся, куда-то потратятся, а потом не соберешь. А во-вторых, и банки могут обанкротиться. Если падает малый бизнес, не все банки устоят. Ну, представьте, через три месяца вам надо платить взносы, страховые за три месяца, а банка обанкротится, и все это на ваше шею легло. Ни в коем случае, ни в коем случае. Я уже бухгалтером написал, я плачу все, никаких отсрочек, потому что если я сейчас не заплачу, я вообще потом не заплачу, у меня низкомаржинальный бизнес, он не позволяет накапливать какие-то. Пришли деньги, рассчитал по полочкам, все раздал, себе три копейки, я на жизнь оставил, все, по-другому никак. Далее, друзья, Владимир Путин также подписал закон о защите и поощрении инвестиций в России. Так вот, закон распространяется на компании, которые заключили договор с государством. Вот в чем суть. Ну, инвестиции можно делать в сфере культуры, спорта, в обрабатывающем производстве, в других сферах. То есть, частный бизнес идет к концу, не ликвидирован. Вот защита и поощрение инвестиций – это на компании, которые заключили договор с государством. У нас обычная, классическая государственная экономика, которая никакого отношения к экономике не имеет, регулируется совершенно другими нормами, правилами и другим видом науки. Политическая экономия, друзья, то есть государственная экономика. Поэтому для меня это не проблема, для меня это возвращение в молодость, когда все было государственным. Ну вот, будем пытаться на микро-уровне, микро-предприятии выжить, так сказать, без всяких инвестиций, ну, каким-то образом, а в чем-то даже лучше, потому что те, кто не жил в СССР, тот не поймет, что сейчас делать надо. А бизнес надо менять сегодня, коренным образом. То, что вы делали вчера, уже не прокатит. Как это делать? Ну да, сейчас я вам так и рассказал. Это, друзья, дорогого стоит. Да, коллеги? Ну, я шучу. Те, кто жили в СССР и знают, как велись дела тогда, они все прекрасно знают, с позитивом своих старших товарищей, родителей, они прекрасно знают, каким был бизнес в СССР. Сейчас будет ровно такой же. Далее, друзья. 90% кафе и ресторанов могут не вернуться из самоизоляции. Я думаю, что 90% малого бизнеса может не вернуться из самоизоляции. Здесь критерий очень простой. Если в бизнесе есть хоть один работник, кроме владельца, все, бизнесу конец. Выживут только предприятия с одним владельцем и одним работником. Им же. Вот на таком уровне микропредприятий выживание и произойдет. Далее, друзья. До миллиона москвичей могут лишиться работы из-за коронавируса. Подсчитали в столичном отделении «Деловой России». Это серьезная цифра. Это серьезная цифра. 90-го, то есть, ну тут другие цифры. Я считаю, просто миллион голодных, безработных. Это серьезная социальная проблема. Я надеюсь, ее, так сказать, наша политическая лица осознает. Далее, друзья. Самая трудная новость сегодняшнего дня. Я даже думаю, рассказывать, не рассказывать. Но, тем не менее. Экспортная цена российской нефти стала отрицательной. Что это такое? Это означает, что расчетная цена на российскую нефть Юралс, если посчитать затраты на доставку до порта, налоги, другие затраты, связанные с продажей сорта Юралс, то затраты больше, чем сумма поступающего дохода. Ну, цену мы вчера услышали 13 долларов. Значит, эти затраты выше, чем 13 долларов. То есть, сейчас нефтяная отрасль вступает в очень опасную зону. Она начинает генерить убыток. И вот, что делать в такой ситуации с отрицательной доходностью продаж нефти, непонятно. Останавливать месторождения нельзя, потому что, когда их бросишь, потом не поднимешь. Продолжать работу, генерить убыток, то есть, своим трудом увеличивать убыток на свое предприятие, то уже лишено здравого смысла. Что будут делать нефтяники, увидим. Если спросите меня, что делать в этой ситуации, не представляю. Вообще не представляю. Я свою точку зрения высказал 6 марта. Я предложил услуги, проект ТВ, как вы помните, взять ящик водки, поехать в Вену, встретиться с опеком и сказать, что, ну, пацаны, давайте замиримся. Взять, естественно, лекарства для печени в этой ситуации и за пару дней решить этот вопрос. Но, к сожалению, к моему удивлению, политическая лица России не прибегла к нашим услугам, а теперь вот не знаю, что им делать. Замирения пока нет. Как действует, как действует, как действует этот сиатый Трамп? Ох, хитрющий этот Трамп. Он говорит, я буду посредничать между Россией и Саудовской Аравией. Помогу решить вопрос в нужный момент. Вчера выяснилось, часть решения этого вопроса, он поговорил с саудитами. И, значит, по итогам разговора с саудитами, он принял решение покупать саудовскую нефть по низким ценам. Оба-на! А где тут решение этой проблемы? То есть он спасает саудитов, покупая нефть. Да, по низкой цене, но какие-то деньги он им дает. У них население там небольшое, в Саудовской Аравии. То есть он им деньги дает, а если ты хочешь, так сказать, решение вопроса, ты тогда у России покупай, нет. А второй стороны вопроса нет. В общем, коллеги, тут не надо себя позволять дурить. Дональд Трамп полностью на стороне Саудовской Аравии. И то, что он называет решением вопроса, на самом деле поддержка Саудовской Аравии в нефтяной войне с Россией. По сути, поощрение агрессора. Повторю, то, что делает Дональд Трамп, он поощряет одну сторону. Не будем называть там агрессор, жертва. Тут они уже успорились. Вот, так сказать, не будем обсуждать. Вот есть две стороны, Россия и Саудовская Аравия. И он поддерживает одну из сторон баррикад покупкой. А в мире бизнеса есть общее правило. Купил, значит, поддержал. Это всегда так. Оба, на миротворец. С такими миротворцами агрессора не надо. В общем, друзья, дуриловка идет. Сегодня цена пошла наверх. Ну, что, идем, стоим в ней. Идем по рынку, идем по тренде. Верю ли я в стабильный рост цены на нефть? Нет, не попадайте в эту ловушку. Нету там пока роста никакого. Вот Трамп выступит, что-нибудь всех воодушевит. Это же он вчера начал выступать, что я сейчас всех замерю, все будет классно. Там все. Вот нефтьушка и пошла, наверное, на это. Дуриловка это все, я вам так скажу. Все, друзья, подводим итоги. Раскрытие всей правды о Дональде Трампе – это большая задача. Вот, она одним днем не решается. Двигаемся дальше. Две стороны у монеты – buy и sell. Бросаем, волнуемся. WTI – майский контракт. Сегодня идет, идет сегодня в buy. Sell, блин, sell. Это sell. Что-то не очень хорошо видно. Надо подсветочку сделать прямо на монету. Так, что-то мне показалось buy сначала, а оказалось sell. Фух, ты зараза. Но надо же, нет в жизни счастья. Я думаю, это не новость. Кстати, монета показывала sell, а состоялся buy. Ставим ей минус. Вот. За эту неделю один раз плюс, два раза минус. Я надеюсь, что и в этот раз со своим sellом монета ошибется. Макроэкономика, друзья, играет все меньшую роль. Все, нефтяная война и коронавирус забили все собой. Поэтому даже завтрашние нонки как-то толком не обсуждаем, потому что роль гораздо-гораздо меньше. И сегодня, для кого ничего глобального. Подводим итоги, коллеги. Сегодня нет утренней доминации доллара. Доллар по отдельным инструментам растет, по отдельным снижается. Выбираем отдельные истории. Например, сейчас в моменте выглядит так, что евро надо продавать, а фунтик покупать. Да, вполне. СНП-500, друзья, вообще не представляю. Фанда для меня загадка. Мы обсудили ряд противоречащих другу, так сказать, встречных факторов, которые действуют, не полезут. Для меня фанда закрыто. Золото и серебро. Слушайте, ну смотрят вверх. Ну давайте попробуем поверить по золоту и серебру движение на верх. Вот. Что касается нефти, обратная ситуация. Утреннее движение не верю. Вот на каких-то новостных факторах импульс какой-то дали. На мой взгляд, пока основания для серьезного движения нет, я бы искал дочку из входа на продажу. И таким образом, доминация доллара, друзья, пока сохраняется. И я бы сегодня, для себя лично, сегодня, может быть, цель номер один не продажа нефти, она все-таки порискованная. Для меня, например, продажа еврика продолжает оставаться темой. Темой номер один. В фанду я точно не полезу. Ну а по нефти я бы, например, продавал, скорее всего, WTI. Почему? Это реальная нефть. Бренд в этом году прекращается производство. Это чисто уже мифический условный инструмент. И его можно гонять как опционы. Куда хочешь, как хочешь, когда хочешь. То есть никто не знает, как они котируются. Как какие-то правила сами себе напридумывают. Поэтому она может быть политически задвинута, эта котировка цены бренд, в любую сторону. Поскольку добыча уже практически завершена. Несуществующий объект. Его можно котировать, как хочешь. А WTI реально существующий объект. Здесь фундаментальные факторы все-таки работают. Во всяком случае, к чему привязаться к WTI, мне понятнее. Поэтому моя идея номер два на сегодняшний день – продажа WTI. Спасибо, друзья. Всем удачи, хорошего настроения.